Всех рад приветствовать на своем канале Тимоха Лайф, случайных пользователей и подписчиков, которые заходят ежедневно и смотрят мои видео. И сегодня я вам расскажу о одной прикольной настройке в вашем телефоне, которая называется цифровое благополучие. Многие из вас не знают про этот крутой режим в телефоне, сегодня мы более конкретно его разберем. Ну а если вы знали о этом приложении, то поставьте лайк, посмотрим сколько нас, друзья. Значит, благодаря ему мы сможем посмотреть, сколько мы сидим в телефоне в том или ином приложении, друзья. Благодаря ему мы сможем также отдохнуть от нашего телефона и установить такие, какие-то ограничения для наших детей, к примеру. Все, что нужно, это перейти в настройки нашего гаджета. Далее у нас сразу же внизу вот такое вот цифровое благополучие и родительский контроль. О родительском контроле мы сегодня говорить не будем, а вот цифровое благополучие полностью с вами обсудим. Ну, у кого нету, пробуйте найти вот здесь, в поиск настройки вбивайте и ищите там. А у кого есть, то сшагайте далее, друзья. Может у кого-то и не быть, так что не пишите в комментарии. У меня нету, у меня нету. Ну, может ваш смартфон просто-напросто не поддерживает этот режим или у него вообще нету его. К примеру, в другом моем телефоне, в Майзу, его нету. В этом видео я показываю на 10-м андроиде это все. Итак, когда мы заходим сюда, у нас открывается вот такой вот огромнейший циферблат. И здесь у нас, смотрите, сегодня 3 часа я находился. Оказывается, здесь нажимаете на вот эту круглую ячейку и можно увидеть, сколько я потратил времени. 3 часа. 15 разблокировки, 228 уведомлений мне сегодня пришло. Значит, нажимаю на эту кругляшу и у меня показано, видите, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. То есть в субботу я сидел в приложениях всего-навсего. 3 часа находился. К примеру, вчера я находился полностью 4 часа 37 минут, в четверг 7 часов 27 минут, в среду 4 часа находился здесь, вторник 4 часа и понедельник 3 часа. То есть в субботу я в приложениях находился в различных 3 часа. И снизу мы можем, смотрите, опускаясь вниз, более подробнее узнать, где мы и сколько сидели. В ютубе я, значит, находился сегодня 43 минуты, LX 35, Instagram 30, часы 30 минут, это будильники у меня звонили. Или просто было открыто, вот, знаете, незакрытое приложение. Творческая студия 11 минут, Google 9 минут, галерея 7, автория 3, телефон 2, Viber 1, новая почта, погода, утром смотрел до камеры, Telegram, файлы. И можем вот так вот наблюдать. Далее здесь мы, то есть посмотрели все вот эти графики, узнали, сколько мы сидим. И вот смотрите, у нас напротив каждого приложения есть вот такие вот песочные часы. Нажимая на них, у нас появляется вот такая вот ячейка с временем. И мы можем установить таймер, когда вот это вот приложение, то есть не будет позволять нам в него заходить. К примеру, я могу установить, что только я могу заходить и находиться в этом приложении 3 часа 35 минут, да. И после, когда вот это вот время проходит, приложение просто не будет иметь возможности, я не смогу иметь возможность заходить, вот, к примеру, на YouTube. Меня будет выбивать, выбрасывать. Таким образом, вы просто-напросто сможете установить ограничения для своих детей. Если ваш телефон там берут детки, да, пользуются там в игры какие-то, играют или в какие-то приложения сидят, вы можете поставить им ограничения. Вот так вот умно сделано. Также вы, вот, установить таймер приложения. Также здесь где-то были такие настроечки, сейчас посмотрим, что можно, время, количество запусков. Также здесь можно было еще зайти вот так вот на YouTube, более статистику всю посмотреть. И еще сделать, я не вижу, тут, конечно, у себя, но можно было бы еще поменять, может, у вас больше в настройках будет, чтобы поставить там темный режим. Ага, вот он, на главное у нас. Панель инструментов, таймеров у меня нету, сегодня я не поставил. Отдых не настроен. Отдых это как включается. То есть, вы просто-напросто, тут ознакомление, вот идет все, вы ознакомливаетесь полностью. И смотрите, что делаете. Например, в понедельник, начало отдыха. 23.00 вставляете, окончание 7.00. То есть, телефон полностью включается в режим отдыха и никакие настройки не заходят. Также оттенок серого появляется, что экономия идет энергетическая на вашем телефоне. Расписание ночного режима, то есть, можно вот тоже цветовую температуру высветлить, светлее для глаз настроить. То есть, очень классные настройки. И концентрация внимания. Здесь тоже можно вот отвлекающие приложения, которые можно заблокировать, к примеру, да, что вам не будут никакие там мешать. Ну, в общем, классное действительно приложение, цифровое благополучие. И оно мне самому нравится. Так что, пользуйтесь этим стандартным приложением, которое есть у вашем телефоне. У кого есть, у кого нету, не знаю, смотрите, пользуйтесь. Очень прикольно, где можно более точно посмотреть, сколько вы проводите время. И сделать, как бы, для себя такую небольшую статистику по приложениям. Узнать, сколько вы сидите в том или ином приложении. Очень классное. Всем рекомендую. Так что, заходите, смотрите. И, кто не знал, думаю, вам в это приложение тоже понравится, как и мне. С вами был Тимо Халай. До скорого. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Пишите в комментарии, что интересненько вас интересует. Обязательно отвечу. До скорого. Подпишись, не ленись на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.